Приветствую вас. Ваша история, она интересна в первую очередь, наверное, тем, что в ней достаточно нечётко определён предмет. Вопрос. То есть, вот, допустим, 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 значит, есть ваша пара. Вы в этой паре находитесь уже восемь лет, два года замужем, ребёнку 1,6, то есть у вас получается так подрастающе, да? Сперва вы были шесть лет вместе просто, потом поженились и буквально через, даже вы поженились уже будучи беременны, я так понимаю, вот, и соответственно рождается ребёнок. Здесь, наверное, первый вопрос заключается именно в том, как было обставлено свадьба, да? То есть вы действительно выходили замуж уже беременной, как вообще получилось, что мужчина сделал вам предложение, вот, почему шесть, шесть лет предложения не было, а вот потом, значит, последовало предложение, свадьба и расстается ребёнок. То есть тут, как бы, ну вот, есть какой-то момент, который, мне кажется, нужно разобраться. Я не хочу сказать, что мужчина женился на вас только потому, что вы забеременели, но, как бы, тут нужно исследовать, тут нужно исследовать. Вот. Дальше. У мужа нет отцовской обязанности, он не считает, что нужно также помогать ребёнком проводить столько же времени, сколько и вы. Смотрите, смотрите, Яна, ну, отчасти ваш муж прав, в том смысле, что он действительно не может проводить столько времени, потому что у каждого человека, наверное, есть свой ресурс, у каждого человека, наверное, есть свои какие-то возможности, и если у него этих возможностей нет, то, наверное, и не стоит ему проводить столько времени с ребёнком. Да, тут, ну, ничего хорошего не будет, если он будет через силу проводить время с ребёнком. Вот. Поэтому, здесь, в том, что пишите столько же времени, сколько и я, ну, здесь, мне кажется, вы как-то соревнуетесь, как-то пытаетесь доказать что-то ему, то есть, вот, типа, я столько времени провожу и ты столько должен, то есть, это как-то всё, ну, по-детски, по-детски немного выглядит, мне кажется. Вот. Это первое. Это первое. А, второе. А, два момента, которые я хотел бы вам сказать. Первый момент, это то, что мужчина не близок к ребёнку. То есть, у него не проснулись отсутствие чувства, он не имеет эмоциональной привязанности к ребёнку. Вот. Ему, соответственно, с ребёнком находиться, ну, не то, чтобы неприятно, да, наверное, это было бы неправильно сказать, что неприятно. Ему просто, ну, я не знаю, как это, как это можно выразить, ему просто ребёнок кажется, чужим. Ну, так, наверное. Вот. Ему ребёнок кажется просто чужим. И если это так, то с этим ничего не поделаешь, не поделаешь. То есть, он может, как бы, любить вас, он может к вам хорошо относиться, идеально относиться, но, если у него не возникла чувства к ребёнку, да, то, соответственно, тут уже ничего не поделаешь. Ребёнок для него будет выглядеть исключительно только как абуза. Вот. Просто абуза. Дальше. Вполне возможно, я не знаю, я не знаю, как обстоят дела, но вполне возможно, то, что у вашего мужа, в принципе, отсутствует ответственность. То есть, вот, обязанность. Такая родительская, пограбительская, да. То есть, вопрос стоит фактически так. Готов ли мужчина быть отцом? Может ли мужчина быть отцом? Вот это может далеко не каждый. Далеко не каждый может. И если ваш муж не может этого сделать, да, например, то есть, он просто не готов быть отцом, не готов просто воспринимать себя как папу, допустим, он слишком ещё молод, не зрел эмоционально и духовно, да, потребоваться от него, я думаю, как бы, как бы не имеет смысла. Никакого. Вот. А может быть, конечно, у него есть какие-то более такие глубокие проблемы, связанные с непринятием ребёнка. Ну, опять же, мне кажется, что, мне кажется, что это не принятие ребёнка, если оно и есть, то у него сейчас у мужа нет мотивации что-либо делать, что-либо делать, чтобы что-то принять. Ну вот. Соответственно, вам его нужно замотивировать. Как замотивировать мир, вот это я думаю, что скажу чуть позже. Дальше. Значит, работа у него 3 месяца и 2 месяца, а то и 3 отдыха. Соответственно, и претензии. Вы, наверное, имеете в виду свои претензии, что-то у вас. Когда начинают спокойно разговаривать про это за помощь и говорить, что у него есть дела, гараж, машина, собака, помощь кому-то завезти куда-то и так далее, ещё может злиться, что я его пилю. Ну так, да, потому что вы требуете от человека делать то, что он не хочет делать. И совершенно непонятно, для чего вы это требуете. Вам лучше будет, если человек с ребёнком будет находиться через силу. Ну, не знаю, насколько это хорошо отразится на человеке. Я не знаю, насколько это будет идеально для ребёнка. Если это нужно вам, то есть, ну, чтобы вас разгрузить как-то, то здесь имеет смысл, наверное, больше посмотреть в сторону того, как бы вы могли организовать процесс именно освобождения себя самой от этого. Вот. Такая история. Такая история может быть. Дальше. Не хочется быть женщиной-женой-тираном. Хочется, чтобы муж бегом летел домой к нам. Ну, вы знаете, парадокс, Яна, в том, что вам это нужно. То есть, муж летит домой к своей жене, только когда он знает, только когда он ей восхищается и когда он прекрасно понимает, кто она и видит её как личность, как фигуру. Если вы требуете от него чего-то, это не вызывает желание к вам лететь. То есть, парадокс в том, что вам нужно становиться более независимой и более самостоятельной в плане обеспечения себя тем, что вы хотите. То есть, вот, для чего вы хотите, чтобы муж к вам летел? Что это за желание такое? Хочу, чтобы он к нам летел. Зачем? Зачем? Ну, вот, серьёзно, вот, зачем? Откуда такое желание? Ну, если вы любите человека, да, вот вы любите человека. А то вам хочется, чтобы он был счастлив, наверное, да, человек? А если вы хотите, чтобы человек был счастлив, то, ну, ориентироваться нужно на него, наверное, на человека. Вот, не на себя, не на вас ориентироваться нужно на вас. Вот, а тут как бы история такая, что вы требуете, ну, то, что хочется вам, а это не совсем то, что можно назвать любовью именно. Вот, так это, ну, это не проявление любви. Не могу найти подход в этом вопросе. Без чего я изучаю мужскую психологию, но не то. Ну, смотрите, вам нужно изучать мужскую психологию. А вам нужно больше изучать себя. Что вы хотите? Что вам нужно конкретно? А вам. Вот, ага, это важно. Понимаете? И как бы смотреть на себя, на свои потребности. Реализовывать нужно, опять же, свои желания, да? И если что-то требовать, то требовать это для себя. Вы можете требовать для себя, но вы не можете требовать для ребёнка. То есть как бы парадокс, он вот именно такой, именно такой парадокс. То есть вы пытаетесь понять мужчину, а в действительности нужно лучше понять именно себя, свои желания, свои потребности. Вот. То есть мужскую психологию изучать не надо. Вот. Это первое. И второе. То, что хочу сказать. Вот. Это то, что за восемь лет, что вы человека знаете, ну как-то странно, что вы его не изучили, как-то странно, что вы его не знаете. То есть это как-то вот, ну странная позиция немного, я бы сказал, в целом. Вот. Ах. То есть мужскую психологию изучать не надо. Ах. Далее вы пишите, что в целом мне в нём всё нравится. Как вам, как, как вам сказать, да? Опять же, это, это странно немножко. Это странно немножко, а для, для того, кто, по идее, вроде как любит человека. Это странно. Потому что всё, всё нравится, всё нравится, то есть вам всё нравится, это не означает, что вы его любите. Понимаете? Такая история. То есть про любовь между вами речи не идёт. Речь идёт о том, что вы хотите. А вы хотите вот того, чтобы он к вам, как вы говорите, летел. Вот. Вот это такой вот, ну, не то чтобы прям совсем эгоистичное, да, желание. Но оно, как бы направлено на вас. Это желание хорошее, но это желание, оно должно быть в вашем бедене. Оно не должно находиться, как бы так сказать, оно не должно находиться на попечении мышечными. Понимаете? Какая штука. Вот. 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 Это очень важный момент. И я надеюсь, что ответ на ваш вопрос я вам дал. То есть, я не хочу сказать, что, я не хочу сказать, что вы как-то неправильно себя ведёте, но, просто немножечко вы действуете, ну не в ту сторону, не в ту сторону направляетесь, просто. Вот, вот, наверное, так можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. На этом всё, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные запросы, вы можете задать их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok